Значит, мы сейчас продолжаем ту же тему, которую только что рассматривали в презентации. Я беру в руки датчик линейный. Его хорошо видно? Обращаю ваше внимание, что вот на одной из сторон располагается небольшая возвышенность. Ее можно прощупать пальцем. Я всегда ее определяю глазом. Вот я ее нашел и расположил так, что у меня большой палец соответствует расположению этой выпуклости. То есть это маркер на датчике. Теперь я выбираю линейный датчик и область исследования щитовидная железа. На нашем аппарате вот маркер экранный, вот такой крестик. Вот этот крестик располагается в верхнем левом иглу экрана, но это соответствует верхней правой части тела пациента. И та манипуляция, которую я вам показывал в презентации, она будет выглядеть подобным образом. Маркер на датчике и маркер на экране я в данном случае их совместил. Разумеется, когда вы будете работать, вам не надо каждый раз сюда подносить. Вы просто для себя каждый раз, когда в руки датчик берете, прежде чем поставить на тело пациента, смотрите расположение. Соответствует или нет? Соответствует. Значит, здесь будет право, здесь будет лево. Если мы расположим в такой плоскости. Вот я заморозил. И значит, это правая доля, а это левая доля. Теперь я размораживаю, выхожу на правую долю и вывожу ее продольно. Мы с вами говорили о том, что длина рабочей поверхности может варьировать. Вот здесь она 5 сантиметров. И в данном случае вся доля полностью не помещается в эти 5 сантиметров. Значит, она будет явно больше. Позже мы будем говорить, как конкретно с этой ситуацией разобраться, чтобы можно было измерить от верхнего до нижнего полюса. Но вот сейчас я вывел нижний полюс. Верхний полюс не поместился при этом. Вот это нижний полюс какой доли? Мы сейчас видим, что это правая, когда смотрим на пациента. Но на экране сказать, что это правая доля невозможно. Для того, чтобы показать на экране, что это правая доля, мы обязательно должны пометить экранным маркером. В данном случае это делается подобным образом. Я располагаю вот так. И становится понятным. На экране прошу обратить ваше внимание, что вот здесь у этого датчика есть сверху маленькая зеленая точка, которая как раз соответствует маркеру на датчике. Он обращен вверх. И в таком случае, когда мы уже знаем, что экранный маркер – это маркер датчика, они соответствуют друг другу по расположению, Значит, здесь что мы напишем? Мы можем написать, что здесь вверх, а здесь вниз. Значит, это нижний полюс правой доли щитовидной железы. Я написал суперер верхний и помещу сюда. А здесь... Инфериор нижний и помещу сюда. Теперь разморозил и становится уже более узнаваемо. Это нижний полюс. Сам верхний полюс мы сейчас не видим. А я немножко смещаю датчик вверх. И вот теперь вывел. Бежал у нас еще разок. Это повторим процедуру. И вот вывели верхний полюс правой доли. Вот он. Теперь я разморозил. Опять держу датчик поперечно. Моцинка. Именно. Продолжение следует... Теперь я при таком поперечном расположении датчика сейчас вывел левую долю. Мы можем опять подписать... Здесь и синистр. Для того, чтобы это было абсолютно справедливо, нам опять необходимо использовать экранный маркер, который должен показывать, как располагается наш датчик. Он у нас располагается вот так. Вот при таком расположении это декстер-синистр. Теперь я хочу обратить ваше внимание и прошу оператора на руку мою сконцентрировать внимание. Я сейчас пошел датчиком вправо. Как меняется расположение на экране? Я пошел вправо и в правую сторону движется все изображение. Я могу так уйти вправо, что щитовидная железа уходит за пределы. Перед нами две анахогенные полости. Одна из них пульсирующая. Вот эта. Это общая сонная артерия, а это внутренняя ремная вена. И теперь я пошел датчиком влево, пока в сторону срединной плоскости. И вот появилась правая доля щитовидной железы. Вот сейчас я нахожусь так, что единичка соответствует срединной плоскости. Вот эта округлость, это изображение хрящей трахеи. И теперь я ушел еще левее. И соответственно мы видим в центре левую долю щитовидной железы. Для нас важно здесь сориентироваться с тем, как на экране следить, не глядя на расположение руки, за тем, где право, где лево. И точно так же я все сбрасываю. И разворачиваю датчик опять вертикально. Я располагаюсь сейчас таким образом, чтобы маркером это можно было обозначить вот так. И в таком случае опять хочу, чтобы мы посмотрели движение датчика. Вот я пока в замороженном состоянии. И теперь иду вниз, рука движется вниз по направлению к еремной ямке. и нижний полюс смещается постепенно все выше и выше, да? Вот он сейчас в середине экрана. Нижний полюс правой доли располагается в середине экрана. А сейчас я пойду наоборот вверх, в сторону головы. Нижний полюс уходит вниз, а мы двигаемся в сторону верхнего полюса. Таким образом, совмещение этих двух позиций маркера экранного и маркера на датчике позволяет нам определить расположение на экране, за которым мы постоянно должны следить. на экране, на экране, и оторвемся, надолием. Продолжение следует...